Здравствуйте! Вы смотрите седьмой канал в студии Александра Стрельцова. Сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов призвал возобновить выпуск систем радиотехнической разведки «Кольчуга». По его словам, станции помогут эффективнее противостоять врагу и быстро обнаруживать перемещение вражеской техники. Турчинов отметил, сейчас система радиоэлектронной защиты наших войск и объектов от поражения высокоточным оружием недостаточно эффективна. Бывший премьер-министр Молдовы Влад Филат приговорен к 9 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Суд Кишинева признал его виновным в коррупционных действиях по громкому делу о выводе миллиарда евро из трех молдавских банков. Бывшего лидера либерал-демократической партии Молдова арестовали 15 октября прошлого года. Жениться в Китае становится все более трудной задачей из-за финансового давления. Не хватает и женщин, особенно в сельских районах. Даже традиционное сватовство уже не такое эффективное, как раньше. О причинах в следующем сюжете. Чэнь Син Лин живет в деревне Линни в китайской провинции Шаньдун. Это один из самых бедных регионов страны. Мужчина работает с ватом, то есть помогает подыскать пару мужчинам и женщинам. Говорит, что заработанные деньги даются нелегко, поскольку девушек, особенно в сельских районах, катастрофически не хватает. В 2010 году он открыл небольшой массажный кабинет. Он помогает ему подыскивать одиноких людей, которые хотят жениться или выйти замуж. «Очень сложно подыскать пару. У меня 80% мужчин и только 20% женщин. Это на самом деле очень сложно. Я вынужден организовывать очень много встреч для этих 20% женщин, чтобы успешно подобрать пару. Число пар очень небольшое». Нехватка женщин наблюдается в Китае из-за того, что многие родители стремятся иметь именно сына. По традиции, именно он потом будет о них заботиться в старости. Дочери обычно покидают дом и заботятся о родителях мужа. В сочетании с политикой ограничения рождаемости, это приводит к высокому числу абортов в случае, если выясняется, что будущий ребёнок женского пола. В 2004 году в Китае наблюдался наибольший в мире дисбаланс рождаемости. На 120 мальчиков приходилось всего 100 девочек. Ли Лянь Фа уже 29 лет. Жену он ищет с 22. «Я провёл огромное число встреч. Я встретился с таким числом женщин, которые можно было бы усадить за 7-8 столов, за каждым из которых сидело бы по 7-8 женщин. Теперь я уже не переживаю. Мне всё равно, повезёт мне в этот раз или нет». Очередная встреча назначена посреди дороги. Ли не знает, кто приедет к нему в этот раз. Это, оказывается, 34-летняя женщина уже с сыном, а также её отец и другая родственница. Такие встречи обычно заканчиваются быстро. Остальные переговоры уже будут вести в телефонном режиме через свата. Невесты в Китае очень требовательны. От женихов хотят наличие автомобиля, квартиры или дома и внушительной суммы денег. Здесь Ли может предложить немного. Из всего списка у него только поддержанное авто. «Что я могу поделать? Я могу только обратиться за помощью к свату. Я буду пробовать разные способы, но их немного». Сокращается число женщин в сельской местности также из-за того, что они нередко отправляются в другие провинции на заработки. Согласно статистике, в стране насчитывается более 277 миллионов рабочих мигрантов. «В деревнях женщин мало. Некоторые из них разведены, некоторые потеряли мужа. И им тоже нелегко найти пару. Они тоже выдвигают много требований. Они тоже требуют машинные дома». Это парк Чжуншань в Пекине. Здесь ежедневно собираются сотни родителей с фотографиями своих детей. Они пытаются найти им пару. Обычно, если это женщина, то вместе с фото указывается также возраст, зарплата и должность. Дзян Инмэй – 32 года. В Китае она уже старая дева. Здесь так называют всех незамужних женщин старше 27. «Каждый раз, когда мама мне звонит, вначале она говорит со мной и проявляет большую заботу. Но в конце разговора она всегда говорит, почему у тебя до сих пор нет друга, тебе нужно выйти замуж. Ты в том возрасте, когда нужно выходить замуж и рожать детей, так что поспеши». Как ожидается, в ближайшие годы в Китае появятся около 30 миллионов мужчин, которым будет сложно найти себе жену. В одном из парков Сеула теперь можно беспрепятственно запускать беспилотники. Власть города официально объявила его зоной для дронов. В большинстве других районов южнокорейской столицы использование таких летательных аппаратов запрещено. Воздушный парк открылся возле реки Ханган, разделяющей Сеул на две части. «Учитывая растущие потребности горожан, мы открыли парк для дронов. Здесь простые граждане могут свободно запускать беспилотные летательные аппараты». Воздушное пространство Сеула в основном закрыто, поэтому для запуска дронов места очень мало. Я рад, что могу недалеко от дома свободно использовать свой беспилотник. «Ничего подобного дома сделать нельзя, и мне скучно, потому что приходится играть в обычные игры. Но теперь я могу здесь запускать дрон. Это здорово». Территория парка охватывает площадь в 27 тысяч квадратных метров. Запускать здесь можно дроны весом не больше 12 килограммов. Кроме того, они не должны подниматься выше, чем на 150 метров. Но эти ограничения не портят настроение владельцам беспилотников. Парк работает ежедневно с 8 до 16 часов. Одновременно на его территории могут находиться 30 человек со своими беспилотными летательными аппаратами. В Корейской ассоциации аэромоделей зарегистрированы около 7,5 тысяч человек. Большинство из них не профессионалы, а любители. Они покупают дроны просто для развлечения. На севере Италии у туристов появилась возможность походить по воде. Здесь установлена конструкция под названием «Плавучие пирсы». Это проект американского художника болгарского происхождения Христа Ивашего. В чем суть идеи? Смотрите далее. Жёлтая дорожка связывает городок Сульцана с двумя островами озера. Её ширина – 10 метров. И выполнена она из специального материала. Длина конструкции – 4,5 километра. Гулять по ней следует босиком. При этом создаётся ощущение, как будто вы идёте по воде. Это, несомненно, незабываемый опыт. Когда идёшь по этой штуке, испытываешь нечто сенсационное. Разрабатывали конструкцию около двух лет. Её сооружение обошлось в 17 тысяч долларов и финансировал проект сам художник. На воде также постоянно дежурят спасатели на лодках. Как только дорожку установили, сюда хлынул поток туристов. Местные власти ожидают до полумиллиона посетителей. Но одна проблема уже возникла. Местный транспорт не справляется с таким небывалым для этих мест наплывом туристов. Люди подолгу стоят в очередях, чтобы попасть на транспорт. «Мы приехали из Германии сегодня утром и вечером поедем обратно. Я под впечатлением от размеров этой инсталляции и того, насколько здорово всё сделано. Но добраться сюда непросто». «Полное отсутствие организации. Транспорта нет, сплошные очереди. Нет никакой информации». Пирсы установлены на озере до 3 июля. Посещение бесплатное. Это были все новости. На данный момент больше информации в 19 часов. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.